Были времена, когда для того, чтобы покинуть Землю, нужен был правительственный транспорт. Но вскоре это изменится благодаря мечте миллиардера — космическому туризму. Как и астронавтам, туристам понадобится место, откуда можно будет отправляться в космос. Не аэропорт, а космопорт. Не думаю, что подобные здания когда-либо и где-либо строились прежде. И где же они его построят? Добро пожаловать в космопорт Америка. Непросто. Супер-сооружение. Космопорт Америка. 28 апреля 2007 года. 5, ключ на старт. 3, 2, 1, пуск. Поднимай меня, Скотти. Но на этот раз поднимут самого Скотти. Прах актера сериала «Звездный путь» Джеймса Дувана отправляется на последний рубеж. Туда же отправляется и прах Гордона Купера, одного из первых американских покорителей космоса. Вдовы этих двух джентльменов присутствовали при старте и сами нажали кнопку старта вместе со мной в центре управления. Пробыв в космосе 5 минут, ракеты вернулись на Землю, почти в то же самое место, которому пророчат стать центром совершенно нового способа передвижения. Космопорт Америка. Первый в мире космопорт, построенный с чистого листа. Он будет иметь как стартовую площадку для вертикальных запусков, типа многоразовой ракеты Скотти, так и взлетную полосу для самолетов, способных доставить вас в космос. Работает это так. Самолет-носитель, называющийся «Уайт Найт» или «Белый рыцарь», поднимется на высоту 15 километров, и там сбросит космический корабль. Он поднимется до высоты в 110 километров, где обычные пассажиры вступят в ряды избранных, станут астронавтами. Затем корабль вернется в атмосферу и, спланировав, приземлиться обратно в космопорте. Возглавляет этот проект человек, который сделал себе имя в полетах на Земле. Британский суперпредприниматель Ричард Брэнсон. В общей сложности на этот внеземной проект было брошено около полумиллиарда долларов. 50 лет в космос могли летать лишь астронавты. В космосе побывало меньше 500 человек, а Virgin Galactic отправит туда больше людей уже за первый год работы. По сути, это как работа авиакомпании. Принципы работы авиакомпании мы можем применить и к космосу. Просто за последние 30-40 лет мы привыкли к тому, что все это решает нас, и для полета в космос нужна гигантская правительственная бюрократическая машина и целая армия людей, чтобы полететь на Луну и все такое. Первым пассажирам космопорта не придется преодолевать бюрократические барьеры. Им понадобится лишь толстый кошелек. Эти полеты в космос недешевы. Полет в оба конца — 200 тысяч долларов за два часа. Но ожидается, что заоблачные цены спустятся с небес на Землю. И по мере расширения рынка появятся новые направления. Появятся суборбитальные полеты из одной точки в другую. Это будет непросто. Полеты из космопорта Америка вертикально вверх и обратно, а из космопорта Америка в Сингапур, в Швецию, в другие места, за час или даже меньше. Революция в путешествиях. Космопорту необходимо найти идеальное место. И его создатели думают, что обнаружили его. В абсолютной глуши. Июнь 2009 года. Компания Virgin Galactic расположила свою штаб-квартиру здесь, в Нью-Мексико. И первый коммерческий полет совершит Брэнсон, президент Virgin. Когда космопорт будет готов, Virgin планирует совершить первый полет в космос. На этом. Вот он. На самолете-носителе, называющемся White Knight, который понесет туристов в небеса. По чистой случайности, работа над космопортом набирает обороты как раз тогда, когда Америка отказывается от программы шаттлов и заполняет оставленную правительством нишу. Новые рубежи начинаются там, где закончились прошлые. Прогресс обошел эти места. Но именно поэтому они и нужны космопорту. До ближайшего города 40 километров. Чистая земля и небо. Во Флориде тропические бури заставляют НАСА отменять запуски. Здесь же они могут летать до 28 дней из 30. Есть еще одна причина, по которой мы выбрали Нью-Мексико. Впервые планета Земля была запечатлена из космоса с ракетой Фау-2. В те времена это было совершенно секретно, и никто этих кадров не видел. Но это произошло именно здесь. Ни во Флориде, ни в Техасе. Это случилось в Нью-Мексико. Это место рождения американских космических полетов. Высмеянный за свои идеи дома, Роберт Годдард переехал из Новой Англии в Нью-Мексико и стал одним из отцов современного ракетостроения. Затем появился Вернер фон Браун, отец нацистских ракет Фау-2. После войны он возглавил американскую космическую программу. Именно здесь совершались прыжки из стратосферы, и обезьяны взмывали в космос. И что действительно очень удачно для космопорта, здесь нет самолетов. Причина располагается по соседству, за горами. Ракетный полигон «Уайтсенс» — крупнейшая военная база США. Здесь не летают гражданские самолеты, эта зона закрыта для них. Огромные пустые поля, чистое небо, прекрасная погода. Где еще бы вы построили космопорт? Похоже, взлетная полоса для отправки в будущее свободна, но прошлое готово нанести свой удар. Я вышла за него в 1949-м. Бен, мой муж, жил в соседнем доме. Он попросил меня приехать в Ингл и готовить бобы. И с тех пор я здесь. Джейн Кейн владеет большим участком Земли, необходимым для космопорта, включая саму взлетную полосу. И Джейн не согласна отказаться от него, даже за миллиарды Брэнсона. Четыре поколения ее семьи работали на этом ранчо. Я проскакала на коне все эти места. Пасла коров по всей равнине. Это дом. Здесь выросла наша семья. А как насчет городских жителей? Космопорт принесет потоки машин. Принесет шум. И космопорт принесет перемены. Я родился и вырос здесь, в Truth or Consequences, в округе Сьерра. Это мой дом, дом моей семьи. Моя мать родилась в небольшом городке к северу отсюда, и всю жизнь мы прожили здесь. Truth or Consequences, небольшой городок. Он остается тихим местом. Почти каждый вечер все закрывается около шестей. Если здесь зазвучит гул космопорта, город никогда не будет прежним. Но в конечном итоге экономика побеждает традиции. Много лет это был сонный городишко, а космопорт дает нам шанс, новую надежду, будущее экономическое развитие. Я очень рад, что это произойдет, и дети, которые вырастут здесь, будут верить, что космос, инженерия, высокие технологии и математика действительно станут частью их будущего. Город был назван в честь популярной телевизионной игры. Сейчас он готовится стать одним из двух ворот в космопорт вместе с этим городом. Население меньше 1200 человек. Это даже меньше двух полных аэробусов. Хэтч — фермерский город. Считается, что здесь выращивается самый лучший перец Чили, но сейчас в городе рабочая лихорадка. Космопорт создаст более 2000 рабочих мест. Это больше всего населения города. Но космопорт не будет построен, и города не расцветут, если владелица ранчо не передумает. Когда они начали говорить о космопорте, мы были, конечно, против. И вновь экономика победила традиции. Бен немного приболел, была засуха, и ему пришлось продать коров. И тогда идея космопорта показалась ему не такой плохой. Они думали, что Джейн — это проблема. Но подождите. Космопорту придется преодолеть еще много препятствий. То, что мы здесь делаем, крайне непросто. И не будет просто. Для начала они разработали проект футуристического терминала, соответствующего их далеко идущим мечтам. Но никто ничего подобного еще не строил. Однако одно из главных достоинств космопорта является также его главным недостатком. Расположение. Если бы это строилось в городе, все было бы быстрее и легче, но так далеко от цивилизации — это настоящая проблема. Все, что им понадобится, им придется доставить на место, включая электроэнергию. Им придется построить собственную электрическую подстанцию и около 10 километров линий электропередач. И даже при этом иногда они окажутся отрезанными от мира. Здесь работают не все телефонные службы. На самом деле, у меня здесь не ловит сотовый телефон. Когда проект наберет оборот, здесь будет работать по 3-4 сотни людей одновременно, где они будут жить. Ближайший город в 56 километрах отсюда. Большинство наших ребят приедут из Альбукерки. Ездить каждый день домой слишком далеко, поэтому они будут жить в близлежащем городке, в отелях, трейлерах и небольших квартирках. Ехать сюда через Кандион около часа, плюс час обратно каждый вечер, так что рабочий день с покиданием рабочего места не заканчивается. На неделе мы живем здесь, а на выходные едем домой повидаться с семьями. Будущее, мчащееся через их город, может заставить некоторых жителей призадуматься. Только для заливки бетона по проекту необходимы 12 тысяч полных грузовиков. Больше машин, чем жителей в городе. Они просят выбирать объездные маршруты, но место таково, что других маршрутов тут немного. Да и улицы изначально не создавались для строительства. Дороги тут довольно узкие, потому что здесь в основном занимались скотом, ездили только работники ранчо. А мы будем использовать технику, которая сама по себе имеет ширину более трех с половиной метров, а некоторые оборудования, которые мы привезем, еще шире. На самом деле, это оборудование и техника нужны для постройки дороги. Космопорт расположен так далеко, что его создателям придется проложить 20 километров дороги только для того, чтобы достичь места строительства. и на ключевом перекрестке маршрута, пользующиеся дурной славой местные паводки, избороздили ландшафт. Это лощина Элламон. Во время ливня и в сезон дождей здесь протекает большой объем воды. Поток довольно мощный, поэтому мы и возводим мост. Именно поэтому. Мост строится из гигантских заранее отлитых сегментов, вес каждого из которых доходит до 60 тонн. Их доставка сюда пощекотала многим нервы. От переда до конца трейлера общая длина составила почти 60 метров, и по дороге через каньоны нам пришлось преодолеть несколько довольно резких поворотов. Август 2009 года. Место строительства наконец соединено с внешним миром и начинается строительство рабочей части космопорта. Взлетные полосы, шире футбольного поля и протяженностью более трех километров. Достаточно длинный, чтобы принять Боинг 747. И каждый ее сантиметр необходим для этих внеземных путешествий. Возвращаясь в космопорт Америка, космический корабль будет планировать как и шаттл. Но на этом их сходство заканчивается. Для взлета шаттлу требуется больше топлива, более сложная инфраструктура и участие большего числа людей. В космопорте для взлета станет использоваться взлетная полоса, с которой космический корабль будет подниматься самолетом White Knight. Это намного дешевле вертикального запуска, как у шаттла. Взлетная полоса такая длинная, что пришлось отворачивать местную дорогу. И ее толщина так велика, что это напоминает создание одного из самых больших слоеных пирогов в мире. 61 сантиметр грунтового основания. Затем 10 сантиметров асфальта. Затем 35 сантиметров бетона. В общей сложности более 100 сантиметров в толщину. Строительство начинается со срезания 60 сантиметров земли для укладки грунтовой подушки. Этой земли хватило бы для наполнения 200 олимпийских плавательных бассейнов. прежде чем нож скрэпера смог коснуться земли, прошлое вновь преградило им путь. Под уровнем взлетной полосы лежит исторический слой, и археологи должны осмотреть каждый дюйм. Через участок проходит Камино-Реал. Королевская дорога колониальной Испании, простирающейся почти на 2000 километров от Мехико до Санта-Фе. 300 лет путники ходили по этой дороге, и за этим ограждением лежат три столетия исторического мусора. Когда просто идешь по этому пути и смотришь на землю, то до сих пор можно найти кусочки керамики, предметы ушедших дней. В общей сложности необходимо осмотреть 11 гектаров земли. По площади это больше 800 футбольных полей. Каким бы обширным ни казался этот участок, вариантов размещения объектов оказалось немного. Если бы мы пошли дальше на запад, то задели бы большую площадь культурного слоя, чего стараемся избежать. И очевидно, линии электропередач не дали бы нам пройти дальше на восток. Большинство полос в южной части Нью-Мексико ориентированы с востока на запад. Наша полоса направлена почти точно с севера на юг. На западе у нас горы Кабалью, а на востоке Сан-Андрос. Из-за двух горных цепей, которые окружают объект, подобная ориентация полосы позволяет пользоваться ветром и лучше всего укладывается в ландшафт. природа создала идеальные условия для полетов, но не для строительства. Зимой оборудование замерзает, а летом люди страдают от жары. Штормовой ветер может прервать работу на всем участке, а дождь превратить его в трясину. Здесь идут дожди. Когда начинается дождь, это будет очень сильный дождь. Это место знаменито обильными ливневыми паводками. На холмах у подножия гор выпадает до 2,5 сантиметров осадков. Вода не проникает глубоко в почву. И за час в этих пересохших руслах собирается до полуметра или более воды. Плащины и все остальное заполняется очень быстро. Оказавшись в неподходящем месте, можно попасть в довольно сложное положение. На прошлой неделе выпало 4 сантиметра дождя, и примерно через 30 минут здесь просто нельзя было пройти. Почва становится очень скользкой, и сцепления почти нет. Но часов через пять все опять сухо. на восточной стороне взлетной полосы дождевая вода сама найдет сток. Но здесь, на западной стороне, вода будет просто скапливаться. Этот водовод доставит воду с запада на восток. Но в засушливой пустынной местности нормой является суш. главная проблема была в воде. Нам нужна вода, нам нужно очень много воды для этой работы. Это жизненно необходимый ресурс, потому что вода требуется для всего. Для питья, для смывания, для сбивания пыли. Можно подумать, что в столь отдаленных районах пыль это ерунда. Но у нас, как и у пасущих здесь скот пастухов, есть в этом сомнения. Как вы можете заметить, здесь не так много растительности, которые могут питаться животные. И я предполагаю, что им не нравится песок в их еде, так же, как и нам. И больше всего вода нужна им для самого строительства. Первое правило земельных работ это использовать от 200 до 300 литров воды на километр земли, чтобы достичь подходящего качества трамбовки и влажности. Формула бетона такова, что если нет воды, построите. Это почти 40-тонная цистерна. Ее содержимое будет израсходовано примерно за 10 минут. Вода уходит очень быстро. В этом пруду содержится достаточно воды, чтобы наполнить два олимпийских бассейна. Но строители израсходуют это примерно за неделю. Вода подается из далекого колодца. И как и почти всего на американском западе, у него есть своя история. Железная дорога проходит рядом с космопортом. Сегодня это грузовая ветка, но раньше здесь ходили пассажирские поезда. Фермеры, держащие здесь ранчо, махали большим белым флагом, и тогда поезд останавливался и подбирал пассажира, чтобы доставить его в Альбукерке. Железнодорожники из местного колодца. Потом его закрыли крышкой и вроде как забыли. Все, кроме местных ковбоев, которые рассказывали об отличном колодце в местности, где воды явная нехватка. В космопорте тоже слышали о железнодорожном колодце и нашли его владельца. Они не только открыли его, они взяли пробы, провели пробную выкачку воды и получили почти 2000 литров воды превосходного качества в час. На самом деле это единственный найденный нами колодец, способный давать достаточно воды каждый час. И у него не только хорошая выдача, но также прекрасное качество воды. Большая часть воды в этой местности очень соленая, с большим содержанием соли, что, конечно, плохо для бетона. Получилась бы бетонная полоса, которая со временем полностью разрушилась бы. Найти этот колодец было непросто, а следующей проблемой было понять, как доставить воду сюда, возить ее цистернами, или же нужно проложить трубопровод. Снующие взад-вперед грузовики поставили бы дорожное движение с ног на голову и могли бы разрушить дорогу, строительство которой только что закончили. Поэтому воду решили подавать по трубам на расстоянии 10 километров и хранить ее в трех резервуарах. Если насос сломается, эти пруды позволят работать во время его ремонта. Когда космопорт будет построен, можно будет обойтись и меньшим объемом воды, поэтому они бурят собственную скважину на своей земле. Сейчас мы проводим испытания, качаем эту воду и ведем наблюдение, чтобы проверить, насколько понизился уровень грунтовых вод у местных жителей, чтобы не мешать их потреблению. Мы не хотим, чтобы они остались без воды, иначе этот колодец нельзя будет использовать для проекта. По мере роста космопорта уровень воды действительно упадет. Подрядчикам придется завозить воду на местный ранчо, прежде чем уровень грунтовых вод восстановится. Два месяца спустя. вода продолжает оставаться настоящей головной болью. Сегодня утром мы вышли на работу и обнаружили, что у одной из цистерн спущены колеса. Поэтому мы работаем всего с одной, и сегодня она полностью задействована на сбивании пыли. Виновником происшествия может быть уникальная для этой части Америки строительная опасность. Колючки мескитового дерева длиной 5 сантиметров и острые как гвозди. Эта задержка ценой в 6 тысяч долларов. Такова стоимость одной покрышки. И на ремонт уходит полдня. ветер усиливается, и приходится использовать еще больше воды. Но они опустошают резервуары с предельной скоростью. Это щекотливая ситуация. Сейчас у нас имеется проблема с подачей воды. Мы наняли подрядчиков для поставки воды с другого участка. Но только вчера мы узнали, что у них нет прав на забор воды, которую они должны нам поставлять. Так что проблема очевидна, и возможно нам нужно будет найти другой источник воды. пока мы межмолотом и наковальней. Доработаем до конца дня и закончим работу на день раньше. Положение отчаянное. Это может задержать весь проект, пока мы не разберемся с ситуацией с водой. и вода будет не единственной головной болью. Февраль 2010 года. Начинается шестой месяц работ на месте будущего космопорта Америка. Команде удалось закрепить права на воду, столь необходимую для строительства. на взлетной полосе строители уложили грунтовую подложку и начали укладывать следующий слой. 10 сантиметров асфальта. За асфальтом идет последний слой. Бетон. Что же случилось со всей выкопанной ими землей? Ей нашли применение. Она стала фундаментом для той части космопорта, куда будут приходить люди. Комплекс терминала и ангаров, где будет размещаться персонал, гости и космический корабль. Грунт смешивают с песком для получения твердого грунтового основания для ангара. На равнении даже трехэтажное здание будет выделяться над ландшафтом. Как это происходит при строительстве любого нового высотного здания? Некоторым соседям не нравится новый испорченный вид. Глубокие связи с этой землей имеют 11 индейских племен, и они беспокоятся, что многовековой пейзаж будет уничтожен. Архитекторы ответили на это хитроумным решением. Слиться с местностью. вот вы это видите, а теперь нет. Даже с открытой стороны крыша повторяет силуэт гор, чтобы слиться еще лучше. апрель 2010 года. Трехэтажный терминал космопорта начинает подниматься над землей. Эти башни образуют колодцы для лестниц и лифтов. Но они играют куда более важную роль. Они удерживают гигантскую крышу созданную архитекторами. Это основа конструкции, безусловно. Майк Брэдли отвечает за строительство уникального терминала космопорта Америка. Башни гигантского ангара космопорта поднимаются шаг за шагом. Строители заливают бетон в опалубки, а затем переходят на следующий уровень, если в их работу не вмешиваются силы природы. Краны автоматически прекращают работу при скорости ветра 50 км в час. За последние несколько недель были случаи порывов до 70, почти 100 км в час. Нам пришлось работать в неурочное время, по вечерам, рано утром, когда мы только могли, чтобы уложиться в график. Тем временем начинается работа над другими зданиями, водоочистными сооружениями, огромной емкостью для хранения воды, которая питается наконец-то от их собственного источника. У нас имеется целый ряд скважин, разрабатываемых специально для космопорта Америка. Эти скважины будут напрямую снабжать собственной водой комплекс терминала и ангаров. Вода предназначается частично для бытовых нужд, частично для безопасности. Там, где есть топливо, может случиться пожар, и 5 миллионов литров будут наготове. А это пожарная станция, сделанная из гигантского воздушного шара. Основанием является балка в форме кольца, окружающая конструкцию. Сверху к ней крепится огромная поливиниловая мембрана, толщиной едва достигающая 3 миллиметров. Включаются подающие насосы. Через полчаса рабочие приступают к корпусу здания. Чтобы корпус был прочным, на мембрану напыляется пенополиуретан. Затем крепится арматура, образующая основание для бетона. В точности, как у взлетной полосы. Не каждый день увидишь такой способ нанесения бетона. Они напыляют бетон. Этот метод, экономящий время и деньги, называется мокрым торкретированием или шоткретингом. Лишь немногие компании в мире строят подобные здания, так что это, возможно, первая надувная пожарная станция на земле. На подобном проекте нельзя просто взять и начать напылять бетон сверху это медленный процесс. И строительство идет по половине сантиметров за раз. Сейчас у нас готово 15-20 сантиметровое основание до однослойной части вверху по центру корпуса здания. В ходе процесса мы сможем закончить работу, достичь полной толщины. Слой за слоем корпус здания набирает силу. Когда мы выйдем на заданную толщину, то начнем прорезать отверстия. Все вырежем, и тогда здание примет свою истинную форму станет таким, каким должно выглядеть. Как этот образец. Эти здания просто феноменальны в плане акустики. Можно стоять с одной стороны купола, неважно насколько велик купол. Если на другом конце купола будет другой человек, он прекрасно вас услышит. Слово, услышать которое космопорт боится больше всего, это пожар. Здесь будут стоять пожарные команды, просто на всякий случай. Даже в ходе строительства один клиент уже работает в космопорте. Немногие компании зарабатывают запусками ракет. Компания АП Аэроспейс доставляет грузы, а не пассажиров. Сейчас наши ракеты малые, это так называемые суборбитальные ракеты, они летают в космос, но пребывают там лишь около пяти минут. Наша главная задача создать орбитальный корабль, который выводит на орбиту спутники, и вращались вокруг Земли. Их уже ждет серьезный клиент. Благодаря современным технологиям мы используем все меньшие по размеру спутники. ВВС заинтересованы в подобном доступе в космос. Мы могли бы выводить свои спутники носителями, стартующими из космопорта Америка. После двух месяцев работ терминал начал принимать должную форму. Лестничные колодцы, поддерживающие всю конструкцию, готовы. Следующий шаг на этаже, где мы стоим, залить бетонный пол, чтобы можно было работать ниже и выше нас. Это повторяют балки перекрытия крыши, начинающиеся с севера и заканчивающиеся на юге. Две балки, каждая из которых почти 60 метров длиной, необходимо соединить посередине. Это будет самым ответственным моментом работы. Рабочая часть космопорта, взлетно-посадочная полоса, готова. Но остальные части все еще лишь стремятся к финишной линии. август 2010 года. Год с начала строительства. И какие перемены. Но есть вещи, которые никогда не меняются. Здесь очень жарко, как вы можете видеть. В эти выходные должно дойти почти до 40, как я понимаю. Здесь очень тяжело, когда жарко. На пожарной станции вырезают отверстия для машин. Как и ангар, это сооружение возвышается над местностью. От центра купола до верхней его точки чуть больше 9,5 метров. Но как и ангар она сольется с ландшафтом. При строительстве терминала на плечах одного человека лежит тяжелая ноша, линия крыши. Это, наверное, самый сложный проект, на котором я работал. Просто невероятный. Не думаю, что подобные здания когда-либо где-либо строились прежде, так что все это непросто. это макет крыши космопорта. По всей окружности проходит скругленная кромка из нержавеющей стали. Это напоминает огромный пирог, если хотите, и продолжается по всей окружности. Поэтому каждая деталь вырезается по нужному углу окружности. две части здания являются зеркальным отображением друг друга. Работа очень сложная, потому что крыша поднимается и опускается, а этот металл гнется не так легко. Поэтому детали делаются подходящими под эти изгибы. Все они пронумерованы, но их сборка будет напоминать сборку головоломки. Так что это непросто. Куча готовых деталей образует всю крышу. Некоторые детали допускают отклонения не более трех миллиметров. Так что марку необходимо убедиться, что они подходят. И вот эта деталь не подходит. Она должна становиться уже по мере приближения к зданию. Это внешняя сторона. Это ближе к окну и зданию. Детали должны быть уже с той стороны, чтобы получалась форма куска пирога. Мы решим эту проблему с производителем металлоконструкции, прежде чем они начнут присылать нам детали. Так что задержек на начало проекта у нас нет. Просто отлавливаем погрешности. Жду не дождусь, когда мы начнем, но сначала надо собрать этот макет. При строительстве всегда существует давление. Дата начала может измениться, может стать более поздней, но дата сдачи работ не меняется никогда. Чем больше материала покроет ангар, тем лучше он будет сливаться с местностью. Это сторона, которая будет встречать пассажиров, прибывающих на автобусах, чтобы снизить количество машин и разгрузить дороги. Пассажиры войдут в коридор, напоминающий окоп в земле. Цвет экстерьера готовый. Цвет ржавчины, если хотите, чтобы сливаться с пустыней, так что все отлично подходит. Стремление не выделяться из пейзажа является данью уважения к желаниям соседей. Но в приятной для класс форме скрыта практическая функция. Под земляными насыпями будут лежать эти бетонные трубы. которые станут способствовать естественному обогреву и охлаждению здания. Трубы будут закопаны в почве, имеющей постоянную умеренную температуру. Проходя в здание снаружи, воздух будет охлаждаться летом и нагреваться зимой. Еще один пример того, что космопорт не оказывает нагрузки на местную природу. Январь 2011 года. Последний год строительства. Дорога до космопорта готова. Пожарной станции не хватает лишь последних штрихов. Скелет терминала начинает покрывать обшивка. Мы находимся на третьем этаже западного крыла. Это главный вход в здание. Мы доставили сюда переносные обогреватели чтобы работать здесь всю зиму. По всему комплексу они устанавливают хитросплетение артерий. Здесь присутствуют несколько типов спринклерных систем для тушения. Возможно одна из самых сложных систем вентиляции, отопления и кондиционирования, которые мне приходилось видеть. Нужно установить трубы системы отопления, потому что принудительные системы нагрева воздуха нет. Тепло поднимается снизу. За мной вы можете видеть стекла и зеркальную обшивку. Установлены направляющие дверей, а сами двери установят на следующей неделе. По этим направляющим будут двигаться гигантские двери ангара. Лицевую сторону дверной рамы мы покроем 6-ти миллиметровой сталью, и она вновь будет коричневой, лучше соответствующей поверхности пустыни. И они заканчивают работу над комнатой с видом. Снаружи космопорт создан таким образом, чтобы сливаться с окружением. И в этой комнате внешнее становится внутренним. это мозг всех полетов. Вот здесь. Управление полетом с начала до конца, вид взлетной полосы от края до края. Вы входите с западной стороны и переходите на ресепшн на третьем этаже, где проводится обучение. Этот опыт навсегда изменит принцип полетов, какими мы их знаем. мы все еще строим алюминиевые трубы, как в 60-х и 50-х, чтобы доставлять людей по планете. Космопорт будет принимать не только новые типы самолетов, но и новые виды пассажиров. Помните, опыт не важен и не требуется умений Супермена. Со временем они надеются перейти от полетов вверх-вниз к орбитальным полетам. Космическая версия роскошного круиза. Отпуск 21-го века с космическими фотографиями, которые можно будет показать скептикам. Когда самолет только был изобретен и начал летать, люди считали это безумием, что хорошего из этого может выйти. Многие отнеслись с пренебрежением, считали, что это просто лихачество. И вот что здесь происходит, даже космический туризм больше не считается чем-то за гранью. Март 2011-го. Работа над космопортом выходит на финишную прямую. Ангар теперь сверкает стеклянным фасадом, сделанным на заказ в Германии. Это один из самых впечатляющих видов среди всех аэропортов мира. Марк проработал все тонкости одного из самых сложных компонентов закругленного свода крыши. Теперь они могут заняться и сборкой этой головоломки из деталей. Все начинается отсюда, это точный центр здания, а оно симметрично. Обе стороны совершенно одинаковы. Сначала устанавливается округлый, а уж потом все остальное. Каждая из этих панелей сделана на заказ, так что если что-то случится с одной из них, продолжать не получится, потому что все это связано. Чтобы добраться до той панели, придется все разбирать. Так что вот такие дела. Чем больше космопорт выделяется с одной стороны, тем больше он сливается с другой. космопорт когда мы приехали и взялись за проект строительства космопорта, возникла мысль, все, конечно, мило, но вы же стоите посередине плоскогории, вокруг ничего, кроме кроликов и мискитового дерева. Сначала я подумал, космопорт, ну, это несбыточная мечта. И сейчас, когда мы видим, как он принимает черты, мне становится все интереснее и интереснее. Появляется эмоциональная привязанность к тому, что ты строишь. Будет немного грустно уезжать отсюда и оставлять объект кому-то другому. Надеюсь, вернуться сюда через несколько лет, показать детям, что мы сделали. Это шанс войти в историю. Шанс, который был у братьев Райт. Когда братья Райт построили свой первый самолет, могли ли они подумать, что аэропорты будут в каждом крупном городе? Это следующий шаг, следующий уровень. И впереди ждет еще много таких шагов, я уверен. Вы готовы к космопорту Америка? Это будущее. Приятно быть частью будущего. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Денис Некрасов. Программа озвучена студия.